Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Гость в студии». С вами я, Светлана Карпухина. И сегодня мы познакомимся с археологом, кандидатом исторических наук, доцентом Института истории и социологии Удмуртского государственного университета Александром Евгеньевичем Дмитриковым. Александр Евгеньевич, здравствуйте! Как ваше настроение сегодня? Очень хорошо, спасибо! Давайте тогда начнем с такого общего вопроса. Вот расскажите, как вообще началась ваша любовь к истории, к археологии? С чего это вот было? Любовь к истории у меня, наверное, была, ну, сколько я, по-моему, всегда, мне было интересно, как мир устроен в пространстве и во времени. О археологии я заинтересовался всерьез в старших классах. После девятого класса классный руководитель, наша по совместительству тоже археолог, предложила нам поехать на раскопки, поработать в качестве землекопов-работников. Ну вот мы поехали, не очень большой, там человек 20, наверное, была наша школьная компания, в экспедицию. И, собственно говоря, после этого в 10-м, в 11-м классе я уже потихонечку понимал, что это интересно и что этим имеет смысл заниматься. То есть в университет я приходил уже с конкретной целью. Что это были за раскопки? Мы работали у себя в республике, в основном на Каме, копали поселения, ну вот первый раз это было поселение эпохи бронзы, второй раз у нас был многослойный памятник, я тогда этого, конечно, не понимал, там были и остатки раннего железного века, и средневековые, и уже остатки поздней деревни 19-го века. А потом, конечно, чем дальше, тем больше всякого разного приходилось копать. А что это за первая находка у вас была и какие вот ощущения были от найденного? Первые находки, ну в силу того, что это поселенческие памятники, они всегда одинаковые, это керамика. Глиняная посуда это то, что лучше всего сохраняется, особенно на больших временных промежутках, потому что в обожженной глине, в принципе, ничего в земле не делается, если почвы не сильно кислые. Поэтому это практически наверняка была керамика, я уже не очень уверен в том, что это, как это выглядело, да, и что это из себя представляло. Но копать поселение, это не то, что ты, там, не знаю, с кисточкой, с совочком что-то там кропотливо очищаешь, нет, это работа на лопате, периодически в отвале, ну не в отвале, а в том, что в отвал должно отправиться, выкопанным, находятся какие-то предметы, мы это все складываем, фиксируем аккуратненько. Поэтому в какой-то момент это уже просто начинает надоедать, каждую лопату, у тебя что-то, что мешает тебе копать дальше, но в целом это выглядело примерно так. Я так понимаю, вы были школьниками, и какого-то опыта до этого не было, можно ли вообще на археологические раскопки вот так вот приходить школьникам, это какие-то не особо важные были находки, или как вот это вообще получилось, что школьники на археологических раскопках? Ну, смотрите, во-первых, естественно, любой человек, который умеет держать в руках лопату и копать, потенциально может прийти в археологию и начать это делать, не дожидаясь 18-летнего возраста. Другой вопрос, что, конечно, у нас есть трудовое законодательство и определенные санитарные нормы, и поэтому сегодня школьникам выехать на раскопки гораздо сложнее, чем это было, например, 20 лет назад тому. А копать, естественно, тебя учат, это не то, что ты сразу там пришел и начинаешь махать лопатой, нет. Все процедуры, вскрытие дерна, разборка слоя, зачистка так называемая, когда мы ищем следы древних напластований на открытой поверхности, это все то, чему приходится учиться, и иногда не один год. Есть разные виды работ, что-то можно школьнику доверить, отвалы кидать школьнику можно доверить совершенно спокойно, но настолько, насколько у него хватит здоровья, естественно, что расчищать какой-то сложный объект, лучше бы он сначала потренировался на чем-то менее важном. Вот за годы археологии вашей были ли какие-то у вас находки или у ваших коллег, которые прям очень значимые или сильно повлияли на вас, может быть? Я в таких случаях обычно говорю, что, во-первых, находки бывают не у конкретного археолога, а у экспедиции. Археология — это командная работа, и в таких случаях когда ты расчищаешь погребение даже с самым интересным материалом, это не твои личные находки, а это результат работы всех, кто с тобой вместе в компании работает, в коллективе. Повара, водители, чертежники делают для этого не меньше, чем тот, кто, собственно говоря, вот эту кропотливую работу проделывает. Во-вторых, конечно, когда ты сталкиваешься с новыми типами вещей, с которыми ты до этого не имел дело, с новыми объектами, с которыми ты не сталкивался, это всегда интересно. Да, вот такой классический пример, который очень люблю приводить, городские работы, 2019 год у нас, мы копаем остатки рубежа 19-20 века, это тоже археология. Первая же яма, которую у нас на зачистке выходит, мы ее начинаем разбирать, маленькая ямка, метров в диаметре в ней нету, 150 коровьих рогов, очень плотно утрамбованные в эту маленькую ямку. Да, ну что вот это, как с этим работать? Естественно, что это интересно. Понятно, что там не сатане поклонялись, как у нас студенты сразу начали об этом говорить, а скорее всего это яма с заготовками костореза, которые на дому из этого рога делали какие-то там пуговицы, может быть запонки, что-то еще. Это всегда интересно, и тут сложно что-то такое выделить, хотя, конечно, богатые погребения копать прикольно. Там либо вооружение, либо украшение, либо и то, и другое разом. Но тут есть еще один важный момент. Археолога интересуют не только и не столько вещи, сколько все то, что мы в целом называем культурный слой. Все результаты жизнедеятельности человека, выглядящие как напластование, как объекты, это все не менее интересно, чем конкретные детальки, потому что они проливают свет на ток, в каком порядке в прошлом происходили какие-то события. В этом смысле мое любимое это, конечно, валыгородище. Укрепленные поселения. Когда у поселения есть ров, есть вал, на котором еще может быть чистокол, но это нам приходится реконструировать или домысливать, если у нас вообще никаких следов нет. Когда этот вал разрезается, он выглядит в разрезе как сникерс. У него видно, что есть такие слои, такие слои, такие слои. Если мы понимаем природу этих слоев, перед нами на одном участке, может быть, в метр или полтора высотой в стеночке выстраивается история нескольких десятилетий, нескольких столетий. Здесь мы только начинали строить это городище на ровном месте, сначала сняли дерн, прокалили площадку, вот у нас красная глина, она до сих пор красная глина, вот тут конский череп в основании, потом мы насыпали сюда земляной вал, потом мы сюда таскаем объедки с поселения, весь мусор выкидываем, чтобы этот вал не расползался, потом вот здесь у нас был пожар, может быть, произошло что-то не очень приятное, потому что углистая прослойка явным образом, вот тут у нас следы чистокола, ямочки пошли, тут у нас 300 лет ничего не было, потом новая подсыпка, очевидно, руками сделанная, это все раскрывается в такую картину, ну то есть я больше 20 лет занимаюсь археологией, это все равно каждый раз прямо там в поле производит впечатление, когда ты приходишь на такой памятник, ты просто стоишь в лесу с какими-то кочками, и через две недели, перед тем, как мы делаем финальную съемку, мы имеем какую-то историю, которая здесь происходила на протяжении каких-то столетий, это все, ну вот профессионал археолог умеет читать буквально невооруженным глазом, если к этому добавить еще и какие-то естественно научные методы, то там вообще шикарные истории совершенно могут выясниться. То есть каждые раскопки, они не похожи на другие, не бывая скучно в них? Если мы действительно копаем памятник археологически, это не какая-то хоздоговорная разведка на предмет проверки, есть там памятники или нет, нет, скучать в нашей работе не приходится, это то, за что мы ее, собственно говоря, и любим, да. Все, как у Льва Толстого, там все несчастные семьи несчастливы по-своему, все счастливые археологические раскопки счастливы по-своему. Вот когда вы нашли какую-то находку, дальше вы с ней работаете или кому-то отдаете? Это сильно зависит от того, что мы нашли и как с этим можно работать, потому что первые стадии работы с археологическим материалом, конечно, проходят прямо в экспедиции. Нам нужно находку почистить, ну, после того, как мы ее зафиксировали, естественно, на месте, почистить, зашифровать, первично хотя бы описать, нанести на план. После этого она оказывается в хранилище. До трех лет мы перед передачей в госчасть музейного фонда по закону можем работать с этим материалом, и здесь уже у каждого археолога есть какая-то специализация. Понятно, что если ты копаешь памятник, тебе было бы неплохо разбираться с разными типами вещей, но вот я, например, по основной специальности керамист. Я работаю с глиной посудой, работаю у меня всегда навалом, потому что керамики сохраняется много. Кто-то занимается металлом, кто-то костью, кто-то антропологией, кто-то непосредственно почными слоями, то есть здесь все очень сильно зависит от того, насколько глубоко мы хотим поработать с материалом, и что именно мы хотим с ним сделать. А как понять, сколько лет данному горшку, кусочку в каком-то, как вы это понимаете? Это вопрос, на который я буду завтра, например, очень обстоятельно рассказывать школьникам. У нас есть много разных методов датирования. Самый распространенный, он не всегда дает отменную точность, но он наиболее простой. Для специалистов это так называемое датирование по аналогии. Если у нас есть точно датированный предмет такого времени, вещи, которые в комплексе с ним находятся, скорее всего будут датироваться примерно так же. Если у нас есть египетские бусы, которые совершенно точно встречаются в такой-то период среднего царства, и они не нашлись у нас в одном погребении с такими-то фибулами, скорее всего эти фибулы с бусами имели одновременное хождение, и мы можем эти фибулки датировать так же. Здесь масса нюансов, потому что неизвестно, сколько времени бусы переходили из рук в руки фибулы перед тем, как попасть в закрытый комплекс погребения. Неизвестно, насколько широкий срок бытования у отдельных вещей, но в целом, когда у нас появляется большой массив погребений, тут уже работает математика, строятся корреляционные таблицы, и таким образом иногда предметы максимально далеких от письменных цивилизаций мест, ну вот, например, наших, да, с вами у нас письменность появляется довольно поздно, но тем не менее по таким привязкам материалы датируются, например, там с эпохи раннего железа совершенно точно, это как минимум три тысячи лет. Кроме этого, есть, конечно, естественно, научные методы, самый знаменитый из них это радиоуглеродный анализ, для него годится не все, в первую очередь там должно быть много углерода в образце, хотя сегодня радиоуглеродом умеют датировать и керамику, и кости, и все что угодно, да, и тоже, опять же, то есть, серия дат радиоуглеродных, как правило, нам дает довольно уверенное представление о каком-то диапазоне, в котором эта вещь была в быту. Мы не можем точно сказать, что 1154 год до нашей эры, точка, но определить, что это был 12 век до нашей эры, сегодня можно, ну, более или менее уверенно, благодаря комплексу вот этих методов. Я вот услышала у вас в рассказе, что мне тематику еще понимать, чтобы быть археологом, помимо истории и математики еще нужно что-то знать, чтобы работать? Археология меня в свое время как раз привлекла тем, что это очень универсальная процедура, в ней есть специализация, безусловно, еще раз археология – это командная история, но хороший, реально профессиональный археолог умеет огромное количество вещей, начиная от того, чтобы готовить на костре и водить машину, и заканчивая каким-то сложным 3D-софтом, в котором мы моделируем результаты наших работ. Он должен знать законодательство, он должен уметь считать бюджет, он должен уметь держать в руках лопату, он должен знать кучу исторических сюжетов, то есть это все страшно интересно. Естественно, у нас есть какая-то специализация, я вот, например, в силу того, что работаю с массовым материалом, я вынужден работать со статистикой. Даже если я не любил бы математику, она была бы мне неинтересна, когда вот перед тобой полторы тысячи фрагментов керамических сосудов, тебе надо их кратко описать, чтобы коллегам рассказать, что я здесь собственно нашел, без статистических обобщений не обойтись. Да, если у нас есть уникальные предметы, я не знаю, там, золотая маска Агамебна, мы можем там культурологию, семантику, все что угодно, да, подключать семиотику. В этом плане, естественно, нет человека, который может все одинаково хорошо, но у нас у всех есть специализация в смысле метода, специализация в смысле материала, просто вещи, которые мы вынуждены были освоить для того, чтобы договориться друг с другом, и это мне страшно нравится. Если в какой-то момент я перестаю заниматься археологией, я могу идти чертежником в проектную контору, и уж по крайней мере там в чертежный софт, ну, я сегодня знаю не хуже, по крайней мере, там, практиканта из вуза. Вот, не очень скромно, но это, видимо, действительно так. Почему вообще вот важно изучать историю, и как она вот в жизни может пригодиться обычной жизни, обычному человеку? Я не уверен, что история должна пригождаться в прикладном смысле этого слова в обычной жизни обычному человеку. История – штука медленно, происходящая, медленно действующая. Ну, давайте скажем так. Во-первых, история – это, безусловно, если вот так философски, да, немножко в общем виде к этому подходить, это набор самых разных сюжетов, самого разного опыта. Мы все живем рутинами, и само по себе осознание того, что за пределами этих рутин есть какие-то еще вещи, которые в другие эпохи или другим людям сегодня кажутся нормальными, это очень важно. Изучая историю, мы начинаем понимать лучше тех людей, которые не похожи на нас. В современном мире это, на мой взгляд, чрезвычайно важная штуковина. Кроме того, история, безусловно, дает богатство выбора действий в каких-то ситуациях. Кто занимался историей до появления массового образования? Крестьянин не учил историю, и вовсе мы учили папа с мамой. Историю учил управленец, царь, вождь, чиновник. Нужно было понимать, как в каких-то нетривиальных ситуациях действовали предки и какова модель поведения, которая нам позволила выжить. И кроме этого, история, как дисциплина, это понимание того, что в культуре общечеловеческое, а что специфическое. Некоторые вещи, которые кажутся нам совершенно очевидными, но получается то же самое другими словами, еще 50 лет назад казались совершенно неприемлемыми. В Советском уголовном кодексе была статья за спекуляцию, а сегодня спекуляция – это почтенное и уважаемое занятие под названием «бизнес». Или представьте себе, что вы 30 лет назад кому-то говорите «я пошел в лес, я тебе оттуда позвоню». Абсолютно невозможная история. Понятно, что то, что сегодня нам кажется совершенно обыденностью, существование мобильного телефона, нет, такого не было. И опять же, я сегодня много думаю о том, как вообще мама меня отпускала на две недели. Меня девятиклассник в 15 лет куда-то влез, и не было никакой возможности выяснить, что там со мной происходит. Сегодня, как только наше дитё куда-то на полтора часа запропастилось, тут же начинаем обрывать все телефоны, звонить друзьям, писать мессенджеры, кто-то ставит родительский контроль. Это понимание того, как быстротечны эти процессы, на мой взгляд, это суть истории. Потому что мы сейчас приводим бытовые примеры, а если смотреть дальше, мы увидим, что какие-то вещи остаются универсальными на протяжении сотен, тысяч лет. Где-то, в конечном счёте, археолог, это тоже археология, это история, вооружённая лопатой, как говорят классики отечественной археологии. Наша задача тоже понять, что это за люди, чем они на нас походили, чем отличались, что мы можем из этого извлечь. В этом плане я совершенно не уверен, что мы должны в какой-то конкретной ситуации сказать, что Александр Македонский в этой ситуации делал так, сделаю-ка так и я. История не то, чтобы действительно кому-то сильно пригождается, никого ничему не учит, но в тот момент, чем шире наш кругозор в пространстве и во времени, тем больше шансов, что мы комфортно устроены в этом мире. Вы у нас в Ульяновске с лекциями, и все ваши лекции звучат довольно-таки интересно. Вот одна из них — «Вергилий, сахарный тростник и мемы». Вот такое название. Как это вообще всё может быть взаимосвязано? Вы хотите спойлеров? Ну, немножечко, хотя бы понять, как это между собой связано. Окей. Давайте я попробую это очень коротко сформулировать. Вергилий там появился вот как. Это один из римских поэтов, которые подробно описывают частную жизнь обычного римлянина. В частности, есть такая длинная поэма под названием «Моретум», которая вся сводится к тому, что крестьянин просыпается и готовит себе завтрак. И там на протяжении двухсот, наверное, строк описывается, как он будет рабыенью, которая замешивает ему хлеб. Сам он идёт в огород, собирает какие-то травки, какой-то козий сыр. В общем, это всё меня привлекло в первую очередь просто вот этой богатой-богатой детализации, когда я всё читал. Но суть в том, что мы видим, что завтрак крестьянина, тяжело работающего человека, совершенно не похож на тот способ питаться, который привычен для нас с вами сегодня. И в нём нет мяса, в нём есть хлеб, есть сыр с травами, и этот завтрак, он очень плотный на весь день. Я уже обмолвился, что мне интересно в первую очередь непоследовательность событий общечеловеческого опыта питания. Это как раз та самая классическая рутина, которая кажется, что мы всегда питались так, и люди, в принципе, все кажутся, что питаются одинаково. И даже если мы идём в экзотический ресторан, мы понимаем, что эта еда вся более или менее так уж, положа руку на сердце, по белкам, жирам и углеводам плюс-минус, похожа друг на друга. Когда начинаешь читать книжки по истории питания, удивляешься тому, насколько то, что едят люди, отражается на культуре и на цивилизации. И вот этому, собственно, посвящена вся лекция. Сахарный тростник там появляется не случайно, потому что до начала нового времени у европейцев практически не было источников того, что мы сегодня называем быстрыми углеводами. Были мёд, инжир, изюм, финики, но это скорее экзотика, и никто не мог себе позволить, кроме самых богатых людей есть их ежедневно. Да, та индустрия сахара огромная, кока-колки, шоколадки, булки сдобные, которые мы с вами сегодня живём, это явление нового времени, и оно очень сильно изменило ландшафт нашей с вами повседневной жизни, и очень сильно изменило то тут надо два слова сказать про слово «мемы». Мемы в данном случае — это не только картиночки в сети, но и то, что под этим подразумевает автор этого понятия Ричард Докинс, такой знаменитый эволюционный биолог, единица культурной информации, мем. Да, вот то, какие мемы распространяются и как они распространяются в обществе, оказывается очень сильно заточено на режимы питания. Мы посмотрим, как вместе с едой меняется идеология и меняется вообще возможности человеческого организма в интеллектуальном плане. Это прям, на мой взгляд, забавная штуковина. То есть это всё связано с тем, что это всё связано с питанием. Это всё про еду, да. Всё про еду. Там же у вас написано ещё, почему салат в современном ресторане дороже супа. Почему? Ну, если так посмотреть, то, что мы сегодня называем салатиками, исторически это культура питания высшего сословия. Человеку низших сословий, исторически ещё там 200 лет назад нужно питаться много, плотно, наваристо, нажористо и так далее. Салатики мы можем себе позволить, когда мы не занимаемся тяжёлым физическим трудом. Это сейчас сильное огрубление, но тем не менее, да, мы видим с вами, что действительно даже в современной ресторанной культуре эта иерархия сохраняется. Понятно, кто у нас будет жрать мясо килограммами, а кто может позволить себе какую-то тонко отстроенную диету, не может поковыряться, а уберите отсюда свёклу, я её на дух не переношу. Это некоторое огрубление, мы чуть поподробнее об этом поговорим, но тем не менее оно такое. А вот такие интересные темы, они выбираются у вас для того, чтобы заинтересовать аудиторию или вам самому в этом интересно разбираться и связывать такие, казалось бы, несвязанные вещи. Если человеку самому не интересно, заинтересовать он никого не сможет, безусловно. Мне как раз, ну, мне всегда очень сильно, я тут покаюсь, я не совсем ортодоксальный настоящий учёный, потому что мне всегда очень сильно не хватает вот в этой научной работе, в том виде, в котором мы к ней привыкли, особенно в гуманитарной сфере, какой-то такой высокой концептуализации. То есть тебе говорят, тебе 20 лет, тебе 30 лет, говоришь, я хочу сейчас что-нибудь сделать такое, ух, тебе говорят, нет, ты должен сначала 30 лет поработать с источником, это безусловно правда, это безусловно так. Но в тот момент, как только мы немножко выдохнули и отвлеклись от научной работы, работы, которая публикуется в научном журнале, всегда хочется немножечко пощупать, какое у нас есть пространство для роста. И в этом плане вот, ну, та же самая история питания, это очень интересно, это очень хорошо бьётся с тем, чем я занимаюсь по археологической линии, одновременно сюда можно привлечь свой личный опыт, какие-то представления, которые мы подчеркнули, то здесь, то там, какие-то источники, с которыми археолог обычно не работает, в общем, хочется всего. Получается такой, конечно, как раз салат, в некотором смысле. Но, на мой взгляд, это неплохо, важно очень чётко разграничивать, что вот здесь у нас наука, наука со стопроцентной доказательностью, здесь у нас пространство идей, идеи могут быть ошибочными, идеи могут быть недостаточно точно проработанными или не полностью покрывать то, на что они претендуют, об этом всегда очень важно говорить. Но при этом, если мы не имеем новых идей, нам очень тяжело двигаться дальше. Всегда должно быть пространство в околонаучном пространстве для лёгкого безумия, где мы чётко разделяем, что вот это у нас стопроцентная доказательность, а вот это у нас пространство, которое надо пощупать для роста, тогда в это пространство должно хотеться залезть. Оно должно быть прикольным, иначе мы туда никогда не пойдём. Какая у вас цель в вашей работе? Найти какое-то важное открытие или, может быть, заинтересовать очень большое количество людей, чтобы они делали что-то, нечто похожее что-нибудь? Я в таких случаях всегда отвечаю, что у сумараи нет цели, только путь. Есть некое направление, которое мне сейчас представляется правильным поразрабатывать, есть вещи, которые представляются правильно поделать, это вещи, которые меняются со временем. Там, условно говоря, когда мне было 20 лет, я хотел создать таблицу Менделеева по прикамской керамике. Вот у меня было такое представление, чтобы мы брали любой черепок, могли его соотнести с этой таблицы, сказать, о, такой-то век, такое-то место. Сейчас, ну, там, спустя какое-то время оказалось очевидно, что такая концептуализация невозможна, так не работает. Да, если говорить о том, что происходит сейчас, мне кажется, что вот в условиях унификации нашей жизни, унификация действительно довольно жесткая происходит на протяжении последних десятилетий, ну, вот сколько я живу, я ее ощущаю невооруженным взглядом, постоянно подтягивать в нашу с вами повседневную жизнь какие-то истории, которые не похожи на то, к чему мы привыкли, это важно просто, ну, для того, чтобы мы чувствовали себя полноценными людьми. Это такая, скорее, не историческая, а какая-то общечеловеческая задачка. Мне кажется, что это интересно, и людям, по крайней мере, некоторым тоже кажется, что это интересно. Мы находим друг друга, мы друг другу полезны, иногда из-за этого завязываются очень интересные разговоры, интересные следствия. И мне это нравится. Почему бы не заниматься чем-то, что тебе просто нравится, потому что вроде бы оно, по крайней мере, не приносит никому вреда. За что вы любите свою профессию? Свою профессию я люблю, во-первых, за то, что она очень близко к земле, во всех смыслах, и это дает отдохнуть от городской жизни. Во-вторых, за то, что она, как уже было сказано, очень универсальна, в-третьих, за то, что это одно из немногих мест, где очень важна сила коллектива. Археологов-индивидуалистов не существует в природе, и это ценно, и чем старше я становлюсь, тем больше я это ценю. Можно назвать археологией такой профессией, которая будет актуальна всегда? Я думаю, да. При том, что мы живем с вами в письменную эпоху, огромное количество всего, что в мире происходит, не сохраняется в письменных источниках. Оказалось бы, в 20 веке было записано абсолютно все, однако, когда начинаешь смотреть, что написано и что показывает нам, например, промышленная археология, в Европе сегодня такая очень модная тема, копают, например, индустриальные площадки середины 20 века, например, в временем Второй мировой войны. Оказывается, что это вещи, которые не похожи друг на друга вобще. В этом плане человек оставляет после себя очень много материальных остатков. Это такой же полноценный исторический источник, как и источник письменный. И чем больше мы живем, тем больше остатков остается. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, в ближайшее поколение эта работа не перестанет быть менее актуальной. Все, я думаю, на этом мы можем с вами закончить. Спасибо вам большое. Было очень интересно узнать, чем связаны сахарные тростник и мемы. Я надеюсь, что и нашим ульяновцам тоже понравятся ваши лекции. Было очень интересно пообщаться. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Любите историю, изучайте. До новых встреч. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok